Я скажу всем, ты чего довел в планету этот фигляр в ПЖ! Бацаки Чатланом на голову сели! Кого? Адекватных людей. В Красную книгу не заглядывали? Эээ, но попадаются, мы записываем их. Красная книга вымирающих животных. Адекватных людей? Да. Ну, надо завести такую. Вы слушаете, вы оптимисты, слушайте, вы решили зайти в чат-рулетку и искать адекватных людей. Ну, вы серьезно? Попадаются. Как? Ну, хорошо, общаемся, класс, поднимает настроение. А вы их пишете как, вы портрет их рисуете, что ли, или вы записываете? Просто влюбляясь, и у меня в голове эти людишки остаются. Ну, во-первых, адекватных людей нельзя людишками называть, это первое. Второе, влюбляться в первых попавшихся тоже не надо, потому что все-таки как-то муж рядом, по-моему. Муж не ревнует. Серьезно? Да. Вы знаете, я могу плохо подумать. Почему? Не может муж не ревновать. Что значит не ревнует? Муж ревнует каким-то плохим. Что муж? Муж тут? Муж не ревнует, когда я влюбляюсь в адекватных людей. В смысле, влюбляюсь? Ну... О, вот видишь, я тут только... Слушай, только что... Слушай, муж, только что мы с ней договорились встретиться. Да? Да. Когда на сколько? А тебе разница, когда на сколько? А, чтоб ты дома в это время был, за детьми смотрел? Нет, братан, я уеду, проезжай домой. Не, я тебе не верю. Послушай, камер нету. А мне прикалывает, слушай, молодец, пацан. Знаешь, тебе повезло, таких вот, таких редко. Я знаю. Где ты его нашла? Где-то он мой муж, да? Где ты его выкопала вообще? Я его в самом хранилище, там, где золото забрала. Машей, блядь. Его, по-моему, где-то в катакомбах, в пещере нашла. Ой, долго я его искала, долго. Зары ты был, чтоб вот так вот, вот так вот, вот так, вот так. Я не знаю, как эта херня включается, он еще ее открывать умеет. Золотая ты мой не знал. Я знаю, как вы открываете. И закрываете. А больше торт еще не знал. Слушай, это обалдеть просто. Я тебе говорю, я не знаю, какую кнопку нажать на ней, а он вот пришел так, бог, 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 слушай. Да, он на меня молодец. Ты сейчас подвинься в сторону, он сейчас меня научит борщ готовить. А борщ он не умеет. А, нет, Зайта, умеешь борщ готовить? Да. Умеет. Во. Он говорит, правда, не такой вкусный, как у меня, но умеет. Слушай, а ты как, вот, просто украшение стула там находишься или как? А что еще надо? Не, мне интересно, он стирку делает, борщ готовит, все, что ты тут... Стул украшения, да, типа, чтобы украшение кухни? А у нас все по очереди. Сегодня он дежурный по казарме? Да. Попал. Попал. Он любит помогать своей жене, а я его вкусно кормлю. Ну, молодец, слушай, ну, молодец. Вот это вот называется, знаешь, вот нашли друг друга. Да. Он у меня очень золотой, я его очень люблю. Классно, вот такой редко встретишь здесь. Обычно. Он еще поддерживает меня во всем, во всем, вообще. Да я вижу, он уже даже хотел выехать, чтобы я приехал. Вообще классный мужик. Так он-то выйдет, а тут уже четыре наряда будут смотреть за мной. Какие наряды? Снаряды, мне говорится. Главное, чтобы он выехал. Ну, как неудобно, пришел к жене, еще его поднял. Мне вообще некрасиво, совесть иметь надо хоть какую-то. Ну, да, да. Но он же сказал, я уеду, я сошел. Не, не, не надо, я не приеду, я не люблю. Когда, знаешь, вот когда предлагают, не хочется. Вот, видишь, вот эта фишечка. Да, вот хочется вот так взять, завоевать, чего. А когда просто так дают, на, бери, что-то вообще, вообще желание пропадает. Сразу же думаешь, какой-то там подвох. Что-то тут не то, да? Что-то там. Что-то уже неинтересно, да? Даже нету такого, знаешь, вот такая корова нужна самому. Знаешь, вот как-то с мультиком. Один раз на, бери, блин. Ну, я тоже об этом. Вот это, видишь, он даже умный. Обалдеть. Слушай, где ты такого нашла? Послушаю. Там уже нет. Да я и не ищу, откуда-то с совестью. Можем курс это оформить. Ну, я сам, в принципе, почти такой же. Ну, вот, вот кнопки не умею нажимать, знаешь. Кнопки? Ну, он научит. Кто? Бесплатно. Бери муж. Не, не надо. Кнопки, чтобы не надо. Ну, а зачем мне? Я жену за для этого завел. Нельзя так говорить. Ну, а что, значит, нельзя говорить? Ну, а как? Жена, она дана Богом. Ну, вот она дана Богом. Я ее сначала завел, а потом Бог сказал, бери. Кнопки пусть нажимает. И кнопки, и все остальное. Слушай, ну, надо же. Ну, конечно. Если не мы, то как вы без нас? Да вообще понятия не мы. Вот в Европе они придумали, короче, вариант. А я понятия не имею. Я бы не смог. Я бы тоже. Да, а там придумали. Там выход нашли. Ну, как-то... Он там упал со штула, что ли? Белье вешал. Может, тебе надо пойти там в совок, он лампочку... Помощь. Не, он говорит, в Европе в жопу ебутся. Не ругайся. А им там заебись. Не ругайся. Это он так сказал. Я передаю мужа слова. Не хочу я такое, что не дай бог не слушать такое. Что уши завянут. Старый человек. Не покается. Но они там чики-покаются. Ну, чики-пока... Ну, конечно. А как они думают? В шашки играют, что ли, по-чему? Ну, опачку. Они пытаются разговариваться, но у них это плохо получается. Ну, что подержишь? Вот от природы не попрешь. Слушай, а что тут такое? Ну, бывает, да. Бывает. Вот поэтому мы выбираем вот лучшую половину. Знаешь, мы выбираем. Бог говорит, бери. И пошло, и поехало. Все, да. Все как должно быть. Слушай, а откуда такие веселые люди? Обычно здесь тоже, знаешь, какие-то... Я в Красную книгу свою у вас тоже запишу. Мы с Киева. Охренеть. Еще из Киева. Обычно как попадешь сюда, как начинают ругаться? Ну, я самый упоротый Днепропетровск. Но Киев тоже уже начал не отставать. Тоже ругаются. Ну, у нас же сейчас такая ситуация, что все злые. Слушай, злые, знаешь, как кидаются на всех подряд. Даже не знают, кто, откуда, зачем. Ба-а-а, сюда заходят, лишь бы накидаться. Ну, они же не понимают, что Россия это не только россияне, а есть другие национальности, которые, ну, против, могут быть. Нет, давай вот так возьмем. Есть просто нормальные люди, которые никому ничего плохого в жизни вообще не делают. А вот, кстати, вот они, которые плохие, которые ругаются, они вот, кстати, враги вашего народа. Да, да. И я тебе скажу, вот он вот заходит, вот такой, как я, например, с широкой душой поговорить с людьми, как нормальный человек. А может, телевизор посмотрел, дай зайду, посмотрю, что там за украинцы. Приходит сюда, тут его раз первый обложил, второй обложил, третий обложил, потом думают, блин, ребята, я туда больше не пойду, там нехорошие люди. Я смотрю на ваше кресло, так удобненько, наверное. Кайф. Я тоже хочу такое. Присаживайся. Зай, я хочу кресло. Такое мягенькое, удобное. Надо намутить. Так, а где ты на кухне кресло такое поставишь? Он что, вниз комнаты приторабанит? Ну да. Слушай, барный стул поставь, барный стул такой со спинкой. Неудобно на него, у меня за него защемило нерв, вот там где-то, что я разогнуться не могла. Не, ну слушай, ты еще такая молодая, ты вообще не должна думать, где у тебя нога стоит, где у тебя нервы стоят. В твоем возрасте вообще об этом думать не надо. Ну, видишь, нервы не к черту, такие, что аж, ну, рассыпаюсь уже, все. Вот все, ты знаешь, как говорят, все болезни от нервов. Вот, вот. А я много нервничала до прихода мужа в мою жизнь. Ну, видишь, только говорят сифилис от удовольствия. Ой, божечки, господи, заколола. Скорую, может? Опять скорую, куда скорую, слушай, аптечку неси. Слушай, а у тебя муж вообще, он этот, как его, он все умеет, он тебе массаж бы сделал, тоже помогает. Массаж не умей. Не умеет? Поэтому аптечка есть. Лучше бы он массаж сделал, чем он стирку делает. Он компенсирует одно другим. Отдай его в этот, как его, в курсе массажистов. Зая, все, отдам тебе в курсе массажистов, понял? Нет, тут защемило. Ле, я могу массажировать? Ну, это плохо. Ну, поэтому надо тебе отдать. Только не то, что надо. О! Ничего себе, слушай, это он тебе обещает, давайте отключайте, и это пошли массажем заниматься, вперед. О, тут еще полы не помыть. Что, Зая будет их делать тоже? Да. Я просто старая, меня беречь надо. Слушай, ты его припахала конкретно сегодня. Это не я, он сам хочет. А, он сам кайфует с этого. Что не хочешь? Работай, давай. О, правильно, возьми, скалку и дай ему, и пусть работает. Работай. Ладненько, ребят, пойду я, удачи вам, хорошего вечера. Вы подняли мне настроение, спасибо. Ну, и после меня у вас закололо сбоку. У меня тут до сих пор болит, надо поменять позицию. А может быть, вы встанете, знаете, так, в позу мытья полов, оно пройдет. О, не-не-не, это не мое. Я за Заю переживаю. У меня температура уже все, не могу. Ну, у вас-то голова болит, ладно, а вот вечером вам захочется, а он устал. А там сразу перестанет, там таблетка есть лечебная. Куда? Нет? Окей, давайте, спорьте, отдыхайте, всего хорошего. Спасибо, до свидания. Ой, блин, я даже не знаю. Такое даже выставлять нельзя. Спасибо. Спасибо.